Заканчивается сегодняшний пикет горсовета с попыткой проникнуть активистов на заседание Харьковского горсовета мэрии, попытка войти на заседание закончилась безуспешно, но после этого активисты поймали депутата Харьковского горсовета Скарабача и его люстрировали через мусорный бак и отомстили тетушкам за их все преступления на Майдане и в Харькове, в Киеве и в Харькове. Девушки отдыхают Ну, пришлось, да. Я понял, а Скарабача, так и удалось выменить? Как он вышел? Он самостоятельно санкций? Нет, ребята вывели его. Дед вас снял? И посадили его. Милиция не препятствовала? Ну, во время этого акций нет. Во время прохода в горсовет препятствовала. Я понял. То есть милиция не стала запрещать, а его выносили? Ну, нет, нет, нет. Он не выносили, он выходил сам. Потом просто посадили. Он вышел сам к Баку и всех выпустил. Как-то он, ну, что-то вам при этом говорил? Ну, грубо скажем, он смирился с этим? Честно, я не... Ну, он смирился, да. Скорее, да, он смирился. Ну, ну, реально Ледевич было очень много, его репутация с Киевым. Качик маленький сказал. Известная. Чем допек? Чем так допек, что вот, ну, настолько прям, что неусорный бак? Ну, это я думаю, что лучше уточнить у него. Ну, он сам знает. Или у депутата Верховной Рады Виталия Хомутыника. Ну, все-таки основные претензии к нему будут у вас, как у активиста, я не знаю, который принимал в этом участие. Ну, а лишь бы просто так случайного человека. Ну, во-первых, по... ну, как бы, когда были выборы в Верховную Раду, он баллокировался по Киевскому району по 169-му. Вот. И не единождыловиде на, ну, его агитаторов, его людей с кулечками скоробогача, он с купол-избирателей там, с гречкой. Ну, это известно. Ну, и плюс его деятельность, скажем так, с... Ходят слухи, что его деятельность связана с финансовыми всяческими вопросами, налогообложения. И совместно с депутатом Иполяновым уже подносил, скажем так, очень негативный характер подношения государства. Ну, спасибо. А как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, фамилия, название? Ну, в булах я не буду. Хорошо, спасибо. А еще такой вопрос, скажите, а что изменится? Вот мы посадили его в баг, и что из этого изменится? Вопрос такой. Ну, это же некий акт оценки его деятельности. То есть он получил... Я, когда он уходил, я ему сказал, Володя ты к этому шел домой. Ну, так просто. Ну, потому что он, ну, правда, долго, скажем так, свою деятельность такую. И это как некий итог, но я не говорю, что что изменится. Изменится, измениться может только, ну, если у нас будут проведены реформы, в том числе правоохранительные, которые, ну, и люди, которые занимались или занимаются там, ну, как по слухам, такой действием, они будут вести ответственность. Это все. Ну, то есть это же не акт, мы не можем, мы же не суд линча какой-то, да? Ну, просто это некий акт, больше публичный, оценка харьковчанами его деятельности. Вот. Ну, и в том числе, конечно, то, что нас не допустились. Это как некое следствие, что граждане не смогли попасть на сессию Горсовета. Если бы мы туда попали и бы сказали, ну, по сути, тех решений, которые сегодня принимались, я думаю, что этого бы ничего не было. На самом деле иногда просто нужно давать, тем более это законно, это публичный орган, куда мы имеем полное право попасть. Если бы так было, то я думаю, что это все ситуации нет. А почему именно Скоробогач? Он попал просто под горячую руку? Ну, да. Ну, не то чтобы под горячую руку, его просто там, когда во время выхода его люди заблокировали. И личность весьма одиозная. Поэтому, как бы, люди... Там были и другие депутаты, но они не столь одиозные, как Владимир Скоробогач. Поэтому... Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Это... Это антураж? Ну, наверное. Какой это? Такое на рассмотрение? Ну, я... Это... Это... А это... Я, правда... Я... Да, это... Это антураж? Ну, наверное. Какой на рассмотрение? Просто в толпе вообще непонятно, как было, что, как это все происходило, то есть он долго сидел, закрывшись там, да? Ну, он попал туда, в общем-то его заблокировали на критке Основьянин, с тыльной стороны горсовета, вот, люди заблокировали, я не видел, как его заблокировали, я уже подошел, когда он был, уже люди вокруг его обступили, вот, ну и потом он быстро начал оттуда выбираться, перебежками, Он закрылся, подсобки и сидел, ну, там где-то были возле входа, нет, он не хотел выходить, ему вывели ребята из... ну, выбили ребята из подсобки, подогнали мусорды, баквицы, баквицы, баквицы... Там был один или там с кем-то шли еще какие-то же? Там внутри был один, ну, у милиционера еще, то есть, ну, его людей там не было, потом подтягивались люди, которые, как это, петушки, а там не было там, кто говорит, 10-20 человек не было, вот, и... Мы не подошли, потом ушли, а он там, ну, трюк, вот, были милиции, его и представители, там, другая, там, Евро Майдона... Почему на вас зеленка? Кто, кто на кого лил зеленку? Откуда она вообще взялась? Ну, купили в аптеке, я так понимаю, кто-то... Кто что купили в аптеке? Да, вот, 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 покупатель, да, да, можете спросить вопрос, покупатель, и зачем он это делает? А кто разлил, ну, это не он разлил, а, ну, ребята какие-то разлили, я не знаю, зачем это было... Целились в Скоробогача, попали в автеку? Нет, нет, не в Скоробогача, а в Скоробогачу тоже потом досталось, когда его водили, а сначала целились в тетушек, а я стоял как бы сзади, у нас там такая небольшая... Толкотня была... Ну что, открыто? Нет, ну что, открыто? Нет, нет, нет... Там все чинно благородно, аптеку вообще потом все вышли, я у хозяина аптеки спросил, я говорю, все в порядке, все целое... Ничего не сломали? Почему Скоробогач? Это просто случайно... Все принципиально, там никто ничего не бросал... Мы хотели у него гречки попросить, а он не дал... Скоробогач? Ну, потому что... У него есть... Да, у него есть некая репутация сложившегося человека, который, скажем так, во-первых, во время избирательной кампании был причастен к скупке... Испиратель, да, не единожды с его агитацией ловили и с гречкой, там еще с какими-то продуктовыми наборами... И, скажем так, еще до этого вся его деятельность вызывает много вопросов в сфере налогообложения, ухода от налогов... Есть и другие депутаты, к которым у вас есть аналогичные вопросы? Горсоветы? Ну, очевидно, да... Есть достойные, скажем, урны на уровне... Ну, это уже, знаете, процесс... Получилось, что человек попал в ситуацию... Как случилось? Как случилось? Ну, это все, акция закончена или еще... Ну, я думаю, что да... В принципе... Такими итогами удовлетворены... Или такими вот итогами удовлетворены... Нет, мы вообще не хотели ничего подобного... Мы хотели попасть на сессию городского совета... Мы не удовлетворены, потому что мы не реализовали свое право попасть в публичный орган... Который представляет Харьковчук... Мы хотели попасть... Там ряд неоднозначных вопросов рассматривалось... Мы хотели попасть и услышать... Но, естественно, мы вообще даже не смогли попасть в это... Что нарушает наши права? Более того, я допомню... Если бы нам беспрепятственно дали возможность... Да, это бы ничего не было... Оговоренное количество людей, представителей... То ничего бы этого не было... То есть это, грубо говоря, гнил народа на противозаконные действия милиции, Которые в течении двух часов... Вот сколько шла сессия гурсовета... Они препятствуют... В том числе и депутата гурсовета... Который вышел... Попытаться завести милиции... А мы говорили, что это было заранее записываться? Ну, они записывались... Люди записывались даже... Да, люди записывались... Их просто не пропускали в здании... И все равно не пропускали... Кому, ну, посмотрели, человек... И на том стиле, что не пустили милицию... Ну, это некая... Ну, в принципе, это как весть вышла... Ну, некрасиво... Милиция не пропускала... Нет, человек... Он сал, все... Все, остались вон на камеру... Я? Двитрий Булов... Олень Константин... Двитрий Булов, Су-корбинатором Харьковского бюро мазьем... Под съемкой... То же самое... Су-корбинатором Харьковского бюро... Су-корбинатором Харьковского бюро... Просто... Нет, ну это не был был... Если бы нас не сняли... Ну если бы... Все люди... Ну а почему... А почему... Я мав-пару Хаба, можно сказать? Семь... Все... 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 Я хотел бы пару слов сказать Заместителю прокурора Фрунского района Харькова Макаренко Как зовут инициалы Как зовут не знаю и знать не хочу Этот пройдоха Проходимец оборотень На посаде Уже года 4 надо мной издевается Как считает меня идиотом Он самый первый идиот в Харькове Я ревизор Я если схватил какую-то бумажку Я ее зубами вырву Помогите все и добью своего Я прошу вот этого зампрокурора Фрунского района Харькова Макаренко Илюстрировать И отправить его на блокпосты В Донецкой и Лугасской области Чтобы он кровью Я очень прошу Чтобы вы были Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok